Итак, ну давайте мы сейчас пообщаемся действительно с диетологом, нутрициологом, человек, который нам объяснит сейчас многие моменты, особенно связанные со специями. Все это и можно спросить, я и говорю, да. У нас на прямой связи Елена Голубничая. Елена, доброе вам утро! О, прекрасно выглядели. Доброе утро! Да, как раз вот диетолог и нутрициолог Елена. Елена, скажите, пожалуйста, специи, вы как к ним относитесь? Вот многие говорят, они полезны, от них худеют, они убивают бактерии. А вы что скажете? Вообще я очень люблю специи. Специи придают нашим блюдам своеобразные вкусы, да, в зависимости от того, какую специю мы используем. Если бы у нас не было бы специй, у нас бы еда была пресная, да, вот как раньше принято было худеть. Все такое постненькое, пресненькое, невкусненькое, а потом начинались срывы и начинали мы кушать все, что мы привыкли. Поэтому и всем своим стройнеющим я всегда говорю, что специи мы обязательно добавляем и обязательно используем, потому что еда, она должна быть еще и вкусной. А именно этот вкус нам добавляют различные пьяности. Так, тогда кому мы порекомендуем специи? Наверное, не всем же их можно употреблять и в каком-то количестве же? Да, не всем однозначно. Категорически нельзя специи тем, кто находится в острой фазе заболевания кишечного тракта, вообще органов пищеварения, желудка, кишечника, печени, потому что специи, они стимулируют выработку кишечных соков, вообще пищеварительных соков. И тут уже будет такое, не очень хорошее влияние. Осторожно, специи нужно употреблять беременным женщинам, потому что есть такие специи, которые повышают тонус мышц, что тоже не очень хорошо скажется на беременности. И желательно не давать специи, не использовать детям до трех лет. А остальным всем, в принципе, можно. Ну, на ваш взгляд, самая полезная специя какая? Ну, что-то такое, чтобы вы лично порекомендовали. Вот ешьте и здоровейте. Ну, вот какой-то конкретной одной я не скажу. Если на мой вкус я люблю корицу, например, черный перец тоже очень хорошо идет. И так же, как он и повседневная специя, да, и плюс будет оказывать очень хорошее воздействие на организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему. А при выборе, вот не знаю, какой-то специи, на что надо обращать внимание? Вот их же очень много. Вот они как, просто на аромат или как? Где-то еще читать пользу про них? Ну, смотрите, здесь все зависит от вкусовых предпочтений. Что касается конкретно выбора специй, то в составе не должно быть никаких усилителей вкуса, химических каких-то составляющих. То есть даже если мы берем какие-то сборные специи, да, например, такие, как хмели-сунели, там очень много всего входит в состав, то там должны быть только вот, только специи. То есть ничего лишнего, никаких глутаматов, никаких ешек, ничего. То есть такие специи с таким составом пользы уже нам не принесут, только чистый состав. Скажите, а что вы думаете, когда, вот видите, может быть, где-нибудь в интернете, может, смотрели, когда вот человек ест этот перчик и плачет, и все, у него слезы ручьем. Как вы думаете, что в этот момент происходит? Пользы там больше или вреда в таких случаях? Вреда однозначно больше, однозначно больше вреда, потому что идет ожог слизистой ротовой полости, на какое-то время идет онемение, да, то есть пока это все восстановится, человек может некоторое время не чувствовать вкусы либо чувствовать их не так хорошо, как мы привыкли к этому. Получается, мы всегда опасаемся каких-то реакций неожиданных в организме. В этом-то и страх. Так что будьте внимательны, уважаемые телезрители, при выборе какой-то специи, если вы не знаете про нее ничего, лучше не рискуйте. Лучше пообщайтесь сначала с профессионалами, а потом же приобретайте. Лена, скажите, а что бы вы выбрали, горчицу или горлодер? Подумайте хорошо про горчицу. Наверное, горлодер. А что? А может, обоснуйте как-то? Почему? Почему? Плюс один горлодер. Просто потому что не люблю горчицу. Надеюсь, это не проблема. Надеюсь, это не проблема. Ну, понятно. Ну, если вы видите его в первый раз, то добро пожаловать в наш клуб. Елена Голубничья, диетолог-нутрициолог, была с нами. Рассказала нам кое-что интересное. Да, очень много полезной информации. Огромнейшее вам спасибо. Ну и, конечно, давайте, чтобы все наши блюда были действительно вкусные. Лена, правильно сделала на этом акцент? Мы же должны же есть то, что нам нравится, то, что привлекает внимание, ароматы. А когда все постное, говорят, не соленое, никакое, не остренькое, ты ешь, ну, как-то какую-то субстанцию ешь и ешь. Не получаешь, мне кажется, это вкусно, действительно. А вот специи, они всегда... С другой стороны, подожди, с другой стороны, здесь есть такая опасность, есть все более и более и более и более острое. То есть ты вот ешь, тебе уже мало, и дальше, дальше, дальше. А организм-то, говорит, шашакой-то. Все это влияет на организм, так что, пожалуйста, с этим повнимательнее. Все должно быть в меру. Хотя сам ем колбасу каждый день, и как бы... Ну, надо в меру все. Да, блог полезной информации. Смотрим гороскопами. Лишним не будет. Интересуемся. Колбасы там нет? Нет. Нет.